Добрый день, всех приветствую студию Укралайф ТВ. Я Андрей Метлёв, у меня гости. Юлия Ковальевская, кандидат политически-управленческих наук, у нас серьезно политический эксперт. И вот она впервые у нас на Укралайфе, Руслан Безяев, известный блогер и тоже кандидат наук, как минимум исторических. Руслан, мы вернемся к мысли, что нужно делать обязательно историческую просветительскую программу, но об этом чуть позже. Давайте начнем с того, что все-таки волнует сейчас всех, и даже меня почему-то это волнует, но то, что наш президент все-таки выступил, я представляю ООН, с таким вот заявлением, что миротворцы нам нужны, и это как-то вызывает разные комментарии. Что вы думаете, мы так начинали разговор о перспективе введения миротворцев, и как это повлияет на реинтеграцию, конечно, всех этих неконтролируемых, бессубъектных регионов, так бы мы их назвали? Ну, давайте начнем с того, что миротворцы — это не решение проблемы, это инструмент. Миротворческая миссия существует уже 60 лет. Вот на данный момент в мире происходит порядка 15 миротворческих операций. Какая их задача? Их задача первая — это прекращение огня, второе — разведение сторон конфликтующих, и третье, самое главное — это примирение. В нашей ситуации пункт третий называется «Реинтеграция Донбасса». Но, как мы сами понимаем, миротворцы эту задачу не решат. Ее решит только имплементация политической части Минских соглашений. То есть войны, они начинают и заканчивают политики, а не военные. Это момент первый. Момент второй. Относительно заявления нашего и не нашего президента. То есть Петр Алексеевич Порошенко говорит о том, что мы не против, чтобы были введены миротворцы, но нам необходимо для начала контроль над границей. То есть контроль над границей, потом разведение сторон, потом проведение выборов. Президент России Владимир Путин, который эту идею поддержал, говорит «Не, ребята, давайте сначала введение миротворцев на всей территории АТО, потом прямой диалог между Украиной и непризнанными республиками, и потом проведение выборов и начало имплементации политической части Минских соглашений». То есть что это происходит? Происходит политический пинг-понг. Миротворцы используются как информационный повод для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою позицию. Как мы видим поэтапность выполнения пунктов Минских соглашений? Процесс, как мы понимаем, все равно стоит. Мы неоднократно с вами говорили о том, что Минский капкан — это надолго. Это не перспектива этого года и вряд ли перспектива следующего. Но если невозможно выполнить все пункты, может быть, получится выполнить какие-то одни или два пункта. Например, пункт гуманитарный. Шестой пункт Минских соглашений — это гуманитарный пункт, обмен пленными. Сегодня прошла информация, что все-таки та сторона согласилась отдать 19 человек, которые есть в списках Украины. То есть это работают трехсторонние контактные группы. Так а наша сторона за это? Или это обмен? И в нашей стране сейчас будет идти процесс согласования. То есть там же есть списки сторон, которые хотят вернуть. Ну, идея всех на всех, но это, наверное, уже такая... Формулы бывают разные, важна суть. То есть хотя бы что-то начать. Обмен, как мы понимаем, приостановился, и достаточно долго времени его не было. А вот сейчас этот процесс начался. То есть курирует трехстороннюю группу с нашей стороны Виктора Медведчук. И вчера газета «Альпай» сказала, что благодаря усилиям Медведчука этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Будет ли он двигаться дальше? Будем посмотреть. Вопрос очень сложный, потому что мы понимаем, что здесь, внутри Украины, к имплементации политической части Минских соглашений на сейчас не готовы ни политики, ни большая часть граждан Украины. Для этого необходимо, чтобы был четкий запрос на мирную реинтеграцию Донбасса. Альтернативой которой является только продолжение войны. Мы с вами об этом говорили во время прошлого эфира, возобновление проекта «Малороссия». Нужно нам это? Нет, нам это не нужно. Нам нужна мирная реинтеграция Донбасса. Поэтому будем смотреть, как развивается ситуация. Чем закончится историчный визит версии 2.0 в Вашингтон? Потому что мы с вами понимаем, что проект Саакашвили, прорыв его, это был своеобразный сигнал Петру Алексеевичу. Петру Алексеевичу, нас кое-что не устраивает. Нас не устраивает вот это, вот это и вот это. Будь добр, дорогой, это сделай. Если ты это не сделаешь, то проект Саакашвили будет развиваться дальше. Так, Руслан, Саакашвили, конечно, мы скажем еще два слова. Но вот интересно, нам было бы сегодня, мы так определительно же договорились, как-то связать внешнее с внутренним, какие-то внешние, понятные, инициативы нашей власти, президента и выступления серьезные. И с тем, что происходит внутри страны. Вот, например, медицинская реформа, она же так или иначе уже запущена, она всячески там обсуждается. И она будет касаться и тех людей, которые находятся на, скажем, неподконтрольной нам территории. Может быть, Юлия, пока несколько слов для начала о том, как она у нас идет, как она должна проходить. А потом подумаем вместе, насколько это сегодня должно, ну, я считаю, должно касаться людей, которые порой даже без пенсии там живут и как-то и умирают, и это длится уже одно годами. Вот о медреформе что-то. Вот вы знаете, я что хочу сказать. Я в последнее время очень много езжу по стране, по разным областям Украины, и очень широкий круг общения, встречаюсь с довольно большими массами населения, ну, в том числе и в качестве эксперта, в том числе и в качестве кандидата на УПГ-старстному управлению. Хочется рассказать о том, что на сегодня на самом деле беспокоит людей. Ко мне на прием приходят люди, и в рамках нашей общественной деятельности мы как бы выслушиваем позицию активной общественности. Безусловно, вот затронутая Русланом и вами проблема мира в Украине на сегодня на первых строчках и всех социологических опросов, и то, что больше всего тревожит и беспокоит людей, особенно юго-восточной части Украины. И чем ближе к зоне конфликта, тем эта проблема стоит острее. И на сегодня актуальнее задачи, чем установить гражданский мир в Украине, этой задачи важнее нет. Потому что будет в Украине мир, будет у нас в Украине тогда и экономика, будет у нас тогда и приход инвестора, будет у нас тогда бюджет, и тогда можно говорить о каком-то выходе страны из экономического и, наверное, из политического кризиса. Поэтому я считаю также важнейшей задачей любые дипломатические усилия сдвинуть ситуацию по минским переговорам из тупика. И миссия миротворцев мне представляется также наиболее важной и актуальной, однако я не такая оптимистка о том, что здесь все получится. Там есть ряд очень небесспорных моментов. А какие? Начиная от того, что согласно внутренним документам, вот именно этой миссии миротворческая ООН, в основном, насколько я понимаю, она вводится в ситуации внутренних конфликтов стран, и это означает, что мы де-факто признаем, что в Украине гражданская война, то есть внутренний гражданский конфликт. И, соответственно, как будет вот с этой частью постановки проблемы. То есть миссия у нас к чему? Мандат у нее на что? Это первое. Второе, как известно, всегда вопрос упирается в деньги, непонятным становится вопрос, кто будет за эту миссию платить, и на какой срок рассматривается введение этого контингента. Опять же, по внутренним уставам и документам этих миротворческих миссий ООН, они вводятся на срок от 6 месяцев до года, и если потом продлевается, то это с выделением дополнительных бюджетов. Насколько я понимаю, сейчас идет речь о том, что стоимость такой миротворческой миссии будет около миллиарда долларов в год. И финансироваться это должно за счет какого-то там резервного фонда ООН, который там порядка 7-7,5 миллиардов долларов. То есть кто будет это все финансировать и как, и как надолго это может затянуться. Хотя, безусловно, сами миротворцы нам нужны, если другим путем не получается установить устойчивое перемирие. Для меня лично, как для гражданина Украины, безусловно, важно, как для человека, который сам из Донбасса, но живет очень много лет уже в Киеве, для меня, безусловно, важно. У меня душа очень сильно болит, что каждый день гибнут люди. И, на мой взгляд, самое главное сейчас остановить кровопролитие. Вот. Будет мир, будет у нас экономика, будет у нас приход инвестора, заработают правительственные программы, будет тогда у нас наполняемость бюджета, будет рост экономики. И тогда вот эти реформы, о которых мы с вами сейчас говорим, которые, на самом деле, очень сильно обеспокоят людей, тревожат людей, но это все идет в негативном контексте. На сегодняшний момент люди психологически находятся в состоянии роспачу, в состоянии неверия, какой-то апатии, да я бы даже сказала, такой социальной депрессии. И все реформы воспринимаются как слово «ругательное» и воспринимаются с большим недоверием и с отторжением. На сегодняшний момент люди катастрофически боятся пенсионной реформы, они боятся остаться нищими, что им не хватит трудового заработанного стажа, и им государство пересчитает социальные пособия вместо пенсии. Люди катастрофически боятся отсутствия работы, безработицы, ухудшения положения работающих граждан после принятия трудового кодекса. Люди очень сильно боятся грядущей медицинской реформы, в которой никто ничего не понимает. Единственное, что люди четко уловили, что медицина после этой реформы становится платной. А люди находятся сегодня на грани бедности, на грани выживания, на грани нищеты. И даже на сегодня они имеют возможности оплачивать существующую ситуацию. Что делать, когда медицина будет вся платная? Они фактически останутся без доступной, бесплатной, квалифицированной медицинской помощи. Людей очень сильно волнует земельная реформа, особенно жители сел, райцентров и поселков, которые понимают, что с учетом наших обещаний международному валютному фонду, международным крупным структурам мы рискуем остаться после продажи земли, собственно говоря, бесправными гражданами на чужой земле. И людей села, вот я общаюсь с очень многими коллективами, в том числе и с аграриями, в том числе и просто с пенсионерами, жителями на своих земельных участках, люди очень боятся остаться вследствие земельной реформы просто без земли, без денег, без средств существования, батраками, скажем так. Поэтому весь этот реформаторский зуд кабинета министров, он воспринимается с огромной тревогой, с огромной депрессией населения. Если говорить чуть-чуть, несколько слов подробнее о медицинской реформе. Самая главная проблема, на мой взгляд, вот как я человек, в общем-то, по жизни организованный, в науке есть такое понятие, что надо всегда начинать с концепции, со стратегии. Так вот, самое страшное в том, что у нашего Министерства образования нет не только министра профильного, а у нас есть исполняющий обязанности министра, который в случае чего ответственности нести никакой не будет. Министерство здравоохранения? Да, Министерство здравоохранения, то есть просто нет. Поэтому, соответственно, ответственность нести будет непонятно кто. Исполняющий обязанности по факту не может нести всю полноту ответственности. Ответственность получается у нас на правительстве. Ну а кабинет министров, как мы знаем, это коллегиальный орган. То есть коллегиальный орган тоже у нас ответственности как таковой не несет. Это первая сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, нет у действующего кабинета министров вообще-то единой концепции развития национальной системы здравоохранения. То есть на сегодня сложилась ситуация, когда ни кабинет министров, ни министерство здравоохранения, ни медицинские работники на местах, в больницах, в тех самых райцентрах и городах, ни народные депутаты Украины не понимают, какую модель системы здравоохранения мы строим, какая у нас вообще стратегия и что мы куда реформируем. Из-за того законопроекта, который уже принят в первом чтении, становится очевидным, что меняются принципы финансирования системы закладов охраны здоровья, меняется концепция, создается новый огромный исполнительный орган, который будет распределять бюджетные средства напрямую. И что из этого всего будет, непонятно. Понятно только одно, что скорее всего для подавляющей части населения будет отмена гарантированного бесплатного медицинского обслуживания. Ну да, нарушение конституционных наших правов. Да, то, что этот законопроект является, и вообще вся эта медицинская реформа, ее прообраз является антиконституционной, даже уже как бы и говорить не хочется, об этом уже сказано многими экспертами и депутатами, оппозиционными политиками и так далее. Поскольку у нас, согласно Конституции Украины, вся медицинская помощь должна предоставляться бесплатно, и у нас, согласно Конституции Украины, не может быть сокращена либо свернута уже существующая сеть медицинских закладов. А проводимая медреформа, особенно образование госпитальных округов, перекройка вот этой всей системы внутри областей, уже приводит к тому, что закрываются мелкие больницы, закрываются больницы в небольших городах областного подчинения, закрываются районные больницы, существенно сокращается медицинский персонал, центры госпитальных округов. Это отдельная тема, как они нарезаны, нарезаны госпитальные округа, как попало, непонятно на основе какой концепции. Там есть, конечно, определенные критерии, но выдержаны формально. И вот, допустим, привести пример по Запорожской области могу, что в один из госпитальных округов, из города Токмак, где есть большая центральная районная больница клиническая, которая представляет собой медицинский городок с корпусами, укомплектованными оборудованиями, с отделениями специфическими, разными лечебными отделениями, не является Токмак теперь центром госпитального округа, а будут являться ПГТ-пологи, которые находятся в нескольких десятках километров просто от Токмака. И практически 60-65 тысяч населения Токмака и Токматского района по бездорожью, по отсутствующим дорогам, по отсутствующему движению автобусов рейсовых районного сообщения. Непонятно, каким образом будут допираться в центр этого госпитального округа в Пологе. А чей-то приказ будет? Где больница меньше и где она будет не в состоянии просто оказывать тот комплекс медицинских услуг, который сейчас оказывается в Токмаке. Это было решение, значит, существует профильный наказ Министерства охраны и здоровья. Они выписали критерии. А нарезка госпитальных округов осуществляется местными, областными, государственными администрациями, профильными департаментами охраны и здоровья на основании непонятно каких фантазий. Может, какая-то выгода есть у кого-то? Разрушить Токмак, как-то распродать все это оборудование? Я думаю, что такая картина, это просто в качестве примера я привела Токмак. А на самом деле это типовая картина. Точно такие же жалобы мы слышим и по Венецкой области, и по Днепропетровской области, и по ряду других областей народ возмущается. И, насколько мне известно, половина страны, около 14-15 областей, подали свои предложения по госпитальным округам, а половина страны даже пока не подала, потому что идут конфликтные ситуации. Ситуация должна обсуждаться с общественностью, должны быть громадские слухания, должны быть обговоры в медичных коллективах. Потому что я понимаю, что это первый шаг создать эти округа на бумаге. А по факту все сведется к деньгам, к бюджету. Потом у тех больниц, которые перестанут быть центрами госпитальных округов, просто будут недофинансирования. Остальные средства будут перенаправляться в центр. А вот сама триминология, это госпитальные округа, это было всегда так или только сейчас? Нет, нет, это только сейчас вводится вот эта реформа. Это по примеру чьему мы так внесли? Ну, у нас был пилотный проект, который еще в 2013 году на базе четырех областей впровадживался. Донецкая область, Днепропетровская, Винницкая, мне кажется, и город Киев. Они были пилотными областями по внедрению этой медицинской реформы. Еще той, которая предлагалась предыдущей злочинной владой и предыдущим правительствам. Но этот эксперимент был призван негативным и его отложили. Почему сейчас новая власть вернула к этой идее, еще вдобавок усугубив ее перераспределением финансовых потоков и созданием вот этого огромного монстра у полномочного органа Национальная служба здоровья Украины. Она будет организовать процесс перераспределения бюджетных денег в сфере медицины. Очень интересно. А на сегодняшний момент это 96 миллиардов гривен. Вот этот орган будет управлять вот этими всеми деньгами. Это я расцениваю... Что туда будет избрано или как туда людей это будет? Это будет в координации Министерства охраны здоровья. Посмотрим, как будет назначаться туда коревництво. Но я считаю, что это очень серьезные коррупционные риски. И каким образом будут распределяться эти потоки. Тут еще есть такой конфликт. У нас в стране идет реформа децентрализации. Наверное, пожалуй, единственная из реформ, которая воспринимается населением позитивно и с надеждой на лучшее. На то, что власть будет ближе к ним, к месту, городу, к району, к человеку. Но в рамках децентрализации все полномочия и все управление бюджетным ресурсом должно передаваться на места. А вот на примере создания Национальной службы здоровья Украины мы вообще забираем все функции с мест. И это происходит жесточайшая централизация медицинских денег. То есть мы забираем гор, рай, здрав, отделы. Я вообще не понимаю, чем они тогда будут заниматься. У них эти функции отбираются. И появляется этот медицинский... Ну и вот я просто немножко начала в этом разбираться, начала читать, начала прочла все эти законопроекты. Как ты началась органом украинского мова, чтобы это все запомнили? Национальная служба здоровья Украины. Вот, служба. Все просто. Это служба, служба будет впереди. Но это, в самом деле, очень интересно. Поэтому, как бы, на самом деле, принятие этой медицинской реформы в том виде, в котором она сейчас прописана, грозит большинству населения закрытым доступом к бесплатной и качественной медицинской помощи. В медицине прописывается, в этой реформе прописывается такое понятие, как гарантированный государством объем медицинской помощи. И перечень платных услуг. По объему гарантированной медицинской помощи государственной ни у кого нет понимания, что будет туда входить. Вот, например, обещают первичную медицинскую помощь и там экстренную медицинскую помощь. УЗИ, может быть, войдет? Может быть, а может и не быть. А может быть, будет вот тот самый тариф, но который никто пока не знает и не может сказать, какой он на самом деле будет. Естественно, люди очень сильно по этому поводу встревожены и переживают. А у меня простой вопрос. Вот, не дай бог, у меня приключится аппендицит и меня привезут в остром состоянии в больницу. Это будет входить в гарантированный объем медицинской помощи государству? Или мне врач скажет, что, к сожалению, мы вас не сможем взять на стол, пока ваши родственники не внесут энную сумму в больничную касту? Но деньги вперед. Ну, я говорю, например. Поэтому, безусловно, это все не может не тревожить. Ну да, мы тут шутим, и на самом деле это... Это очень не смешно. А в условиях госпитальных округов, получается, и против сельского населения. У нас сельское население практически остается без доступа к качественной медицине и бесплатной. Непонятно, на каком транспорте за несколько десятков километров надо приехать в районную больницу, отстоять там очередь, получить непонятно какой объем услуг, непонятно каким оборудованием. И где для всего этого взять простому человеку деньги? Я просто боюсь себя представить, что у нас молодые мамочки начнут рожать просто в полях, по пути к этому госпитальному округу. И мы станем просто печальными лидерами. Не так, как мы сейчас там на втором месте по смертности детской в Европе. Мы вообще можем стать печальным мировым лидером по смертности молодых мамочек и новорожденных детей в связи с такой организацией медицинской помощи. На мой взгляд, эту реформу принимать категорически нельзя. Медицинская реформа, безусловно, нужна. Но нам нужно комплексно начинать с разработки вопросов введения страховой медицины. И вот этими оплатами должны заниматься не наши нищие, обездоленные, вычеркнутые, скажем так, государством пенсионеры, а это должны быть страховые компании, которые должны по грамотной модели, гарантированной государством, понимать, кто где платит, кто что им отчисляет, что где компенсирует. Нам нужна цивилизованная нормальная модель страховой медицины. А у нас есть такая компания, которая сейчас уже начинает заниматься? Что-то есть на этом? Ну, надо сначала все законодательно урегулировать. А еще нет докона по контролю? Нет, конечно. Поэтому начинать надо не с введения платной медицины, а с введения нормальной модели страховой медицины. Я еще скажу одну фразу последнюю. У нас около свыше 60% населения, по официальным оценкам, ООН живут за границей бедности. То есть мы на сегодня, к сожалению, стремительно вымирающая страна, бедного населения, бедного работающего населения. Потому что по критериям ООН у нас минимальные 5 долларов в день, это самый-самый минимальный доход, который считается, ниже которого это бедность. Но это 150 долларов в месяц. А у нас на сегодня минимальная пенсия там 1200 гривен. Большинство пенсионеров, подавляющее большинство, получают 1700 гривен пенсии, до 2000 гривен пенсии. То есть мы по всем даже критериям ООН официально бедная страна. Как можно вводить платную медицину в официально бедной стране, причем работающего населения? Ну вот мой такой будет печальный, к сожалению, комментарий. Тут еще один момент интересный в медицинской реформе. Дело в том, что после ее утверждения, если это все-таки пройдет, хотя вот по моей информации достаточно сильное сопротивление в Верховной Раде именно медицинской реформе, причем сопротивление межфракционное. Одним из аспектов будет то, что в результате этой реформы закупка медицинских препаратов, начиная от анальгина и заканчивая более серьезным, будет осуществляться по решению Громадской Рад. То есть фактически это может убить национального производителя здесь. То есть условный анальгин мы можем закупать в Германии, а не производить здесь. То есть мы будем давать работу иностранным компаниям, а не национальному производителю. Объясните мне, где здесь парамога? Налоги там, рабочие места там. Ну с закупкой, я так понимаю, что лекарства это вообще отдельный какой-то вопрос большой, да? Да, закупка лекарств у нас последние два года сплошные скандалы. Министерство здравоохранения не в состоянии справиться, и даже по состоянию на сегодня около 5% лекарств, закупленные за деньги 2015 года, до сих пор не поставлены в Украину. То есть прошло два года, и даже по действующим контрактам, то что Украина заплатила, какие-то вот эти компании до сих пор эти лекарства не допоставили. Соответственно, сорвана закупка лекарств по бюджету 2016 года. В 2017 году тоже как бы не могут нормально отладить этот процесс. Там сопровождается все это огромными коррупционными скандалами. По реимбурсации, ну нормальный, наверное, наш телезритель, среднестатистический человек, и не должен знать, что это такое. Но это программа выпуска лекарств, когда стоимость лекарств для льготных категорий населения компенсируется государством. Например, диабетикам, например, людям с среднесосудистыми заболеваниями, например, бронхиальная астма и так далее. На сегодняшний момент даже эта программа возмещения вот этих бесплатно гарантированных государством лекарств находится на грани срыва, поскольку по этой программе переутвердили списки лекарственных препаратов, и в основном теперь выдают отечественного производителя препараты, которые являются относительно дешевыми, и они являются, скажем так, не совсем качественными. Потому что действующее вещество одно и то же, но добавки, и, собственно говоря, из чего состоит сам препарат, там же есть несколько составляющих, основа препарата, действующее вещество и так далее, химическая формула вроде бы та же, но компоненты другие. И вот эти другие компоненты вызывают огромное количество аллергических реакций и отторжений, и люди жалуются, что нам не нужен отечественный препарат, вы мне дайте тот зарубежный, поскольку я на этом жить не могу, а этого препарата у меня нет. Соответственно, вот есть такая большая проблема. Плюс государство вошло в огромные долги перед сетью аптек, то есть аптеки по программе реимбурсации поставляли эти лекарства людям бесплатно, и вошли в огромные долги, государство им это не компенсирует. И с какого-то момента большая часть аптек на сегодня отказалась просто от участия в этой государственной программе. И у нас население очень серьезно столкнулось с огромной проблемой получения этих бесплатных лекарств. На сегодня кто хочет жить, вынужден платить. Вынужден платить. И что с этим будет дальше? Ну, я думаю, что надо немедленно правительству обращать внимание на эту проблему, разбираться, ну иначе это будет... Вот с детским прививком тоже была такая история, ну я лично сталкивался по роддомам, везде же раньше как-то... Ну, положенное количество прививок получали там младенцы до какого-то возраста, сейчас просто приходится искать... Вакцин практически нет. По многим. Сам столкнулся только через знакомых БЦЖ. Да. БЦЖ, видите, как сразу... К сожалению, огромное количество вакцин на сегодня просто отсутствует. И здесь в этом моменте тоже есть политика. У нас многие люди говорят, что я не хочу ничего слышать о политике. Политика это не про нас, на самом деле это про всех нас. Даже в вопросе закупки детских вакцин это политика. Мы же зачем-то отказались от российских вакцин, российского производства, не имея аналогов, либо аналоги, которые в 10-15 раз дороже. Соответственно, искусственно создав дефицит и полнейшее отсутствие целого ряда вакцин. Ну, я считаю, что это вообще-то вопрос национальной безопасности на самом деле. Здоровье, детское здоровье. Ситуация по прививкам, потому что уже вызывали озабоченность и наши европейские партнеры, что Украина представляет там угрозу, европейскую угрозу по распространению, например, коклюша. Особо опасная детская инфекция, которая там практически стопроцентная контагиозность. Ну, вот такие печальные рекорды. Мы последние... Слово, что вы делаете, это опять, я не знаю, контагиозность. Это что, когда все плохо? Ну, это контактность. То есть при контакте организма с вирусом стопроцентная вероятность, что ты заболеешь. Ну, наглядно, агитация была такая в больницах детских, что там ужасно, какие-то фотографии, там, не знаю, начало века прошлого уже с коклюшем, там эти дети. Я хочу просто воспользоваться телеэфиром и призвать всех телезрителей по возможности прививать детей. Но их нет просто нигде, да? Вот то, что Руслан... Ну, к сожалению, да. Сейчас это проблема родителей, это не проблема государства. И это, конечно, ужасно. То есть государство у нас переложило свои проблемы на плечи родителей. То есть оно отморозилось. Вот у Юлия началась медицинская реформа. Это целый так называемый социальный блок. Пенсионная реформа, медицинская реформа. Опять же, субсидии. Опять же, у нас непонятная история с субсидиями сейчас идет. То есть люди не знают, как будут начислять субсидии, сколько они будут стоить и какой процент от дохода семьи они будут занимать. Вот при бывшей злочинной панде, да, и при правительстве Тимошенко уровень социальных затрат был где-то 8,3 на коммунальные услуги. Сейчас он уже где-то больше 20-30%. То есть мы говорим громкое слово реформы, но на самом деле это называется просто, знаете, там уже обдирание последних кусков с тела. То есть в людей же что же, ну не резиновая заначка. Все говорят, что вот как бы у каждого уважающего себя украинца есть заначка. Да, ходят там разные цифры. Сколько у нас лежит в заначке? Там 30, 40, 50 миллиардов долларов. Ну плюс там зарабетчане что-то присылают. Но это же не решение проблем. Это не решение проблем. Ну как бы нашему правительству оно живет 19-м годом. Вот взяли мы еврооблигации, да, 3 миллиарда. Это знаменитая история. Нам это объявили как большую победу. Давайте просто посчитаем цифры. Сколько средняя стоимость заема денег на международных рынках? 1,4, 1,8, 1,2. Мы заняли под 7,35. Это минимум 7,50 максимум. Разместили мы через трех крупных игроков. Выкупили эти облигации 400 мелких инвесторов. Уже крупные инвесторы больше в эти игры не играют. Официальный рост ВВП у нас запланирован 3%. В реальности будет 1,8. Скажите пожалуйста разница между 7,5 и 1,8 кто оплатит? Значит опять повышение акцизов, повышение тарифов, рост цен, инфляция. На сигарету повышают акциз. Да, акцизы, алкоголь, бензин. Это все понятно. Это то, что дает мгновенный результат. Вот на примере алкоголя могу объяснить, что повышение акциза привело к росту теневого рынка. На самом-то деле. Самогоноварение опять заставлено? Нет, не самогоноварение, а просто такие 10-литровые багетики той же самой водки, но только без акциза. Акциз в стоимости бутылки водки занимает до 40%, чтобы вы понимали. И как его не повышать, это же не значит, что папа будет меньше пить. Это значит, что папа пойдет и возьмет там, где подешевле. Но государство налоги не получит из-за этого. То есть, понимаете, вот под всеми словами реформа, это называется как бы реформа. Отвернулся, раз, денежку из кармана вытащили. Вот и вся суть реформы. Сам, мне просто очень как-то импонирует, что Юлия настолько подробно все разложено по медицинской реформе. Я предлагаю на этом сосредоточиться, потому что это на самом деле, ну, то, что касается и вашего здоровья, и моего, и детей. Конечно, и детей. Это касается нас всех. Абсолютно 100% населения. Еще есть просто, может, даже примеры, которые сейчас, ну, на Запорожской области, если вы там начали говорить, или что-то, чтобы мы могли здесь это услышать и обсудить даже. Ну, хорошо, что вот вы там из Черкасс приезжаете к нам, там Юлия знает ситуацию по Запорожской области. То есть, какие-то города, не только Киев, но попадают в поле нашего такого зрения и умозрения, да? Поэтому вот медицинская реформа, и к чему там люди уже, ну, прямо не готовы? Ну, вот отсутствие концепции реформирования всей этой системы приводит к тому, что у нас в стране идет децентрализация. Мы правой рукой делаем децентрализацию, рапортуем об этом везде. Хотя при, ну, в кавычках, злочинной владея Януковича у нас процент на местах налогов, которые собирались и передавались в центр, составлял около 79-80%, а сейчас 82%. То есть, процент изъятия денег с места и отчисления налогов наверх, он на самом деле увеличился. Хотя называется это все громким словом децентрализация. Вот. Одной рукой мы делаем децентрализацию, другой рукой мы, создавая вот эту огромную исполнительную структуру, национальную вот эту службу здоровья, да, которая будет распределять деньги, мы забираем фактически у регионов медицинскую субвенцию. То есть, если раньше все области получали непосредственно деньги государственного бюджета на медицинскую субвенцию, и дальше распределяли их между городами-районами, между ликудальными закладами резных ремней, то теперь мы эту медицинскую субвенцию будем изымать, ну, если, конечно, все это получится. И, соответственно, это будет уменьшение финансирования медицинских учреждений с последующим их закрытием, скорее всего. Соответственно, приватизация помещений, приватизация земельных участков, сокращение врачей и так далее, и так далее. Немаловажный аспект, чем врачей заманивают, что вы все будете, ну, семейными врачами, необходимо для того, чтобы врач из терапевта или из педиатра превратился в семейного врача, его нужно переобучить, его нужно переквалифицировать, его нужно аттестовать. И вопрос поднятия зарплаты обещают, что чуть ли не участковые врачи будут получать около 20 тысяч заработной платы. Это было бы очень хорошо, и я бы искренне порадовалась бы, если бы это было так. Но деньги, которые будут непосредственно на больницу предоставляться, там будет в общей сумме включать все. Начиная от содержания примечений, от оплаты возросших жилищно-коммунальных послуг, от закупки медицинского оборудования, заканчивая абсолютно всеми-всеми-всеми расходами. И дойдет ли там дело до зарплат медиков, и что там останется в итоге на это повышение, я, например, не знаю. Обоснованных каких-то расчетов Министерство здравоохранения не представляет, их нет. Зато могу сказать из практики, что за последние три года практически все врачебные надбавки и добавки поснимали. За последние три года у врачей даже поубирали то, что вот у них было. Они все практически сидят на голых окладах. И очень многие искренне возмущаются и с болью высказываются, что мы все понимаем, минимальная заработная плата у нас 3,200, но у нас на сегодня врач на приеме получает практически такую же зарплату, как простая санитарка или уборщица в отделении. Есть вот такая несправедливость в оценке труда квалифицированного медицинского персонала, который 7-8 лет учился, который несет ответственность, в том числе и уголовную за жизнь пациента. И вот по сравнению с младшим медицинским персоналом, который, соответственно, всего этого не несет. Но есть такие перекосы. Еще раз хочу сказать, медицинская реформа назрела, давно назрела. Однако то, как это будет делаться сейчас, на мой взгляд, оно способно только разрушить то, что есть. Но ничего нового не построить. И поставить все на платные. Интересно, вы так уже оговорились, что возможно надо начинать с концепции, понятно, из этих фондов, каких-то больших компаний, наверное, страховых. Вот как вообще выглядит и должна выглядеть страховая медицина приведена к Украине? Как вы представляете себе, может быть, об этом? Ну, я, скажем так, свою собственную модель пока предложить сама не готова. Но есть же опыт, успешный опыт других стран, европейских стран. Есть успешный опыт, допустим, той же Российской Федерации. У них вполне нормально работает медицинская страховка, когда все работающие люди отчисляют в виде налогов, выплачивают эту медицинскую. Да, конечно, она у них введена, она у них несколько лет уже эффективно работает. Везде мы опережаем Россию, а тут как-то они... Есть нормальный опыт. Не нравится российский, опять же, не нравится российский, не вопрос. Возьмите любой другой европейский опыт, где грамотно работает система медицинского страхования. Ну, вот в Америке же там был приобретенный главный скандал, да, когда он решил всех, кто даже не имеет страховки, ну, как-то ощущение. Ну, это работающее, да, неработающее население. Там есть вообще бесплатный Красный Крест, например, есть, но он тоже есть. И государство его финансирует. И в любом случае в цивилизованной стране тебе просто не дадут умереть. А вот что будет у нас, ну, как бы очень тревожно. Очень тревожно. Я искренне надеюсь на то, что у большинства народных депутатов, когда они вникнут вот вообще в краткую хотя бы основную суть предлагаемой реформы, где-то что-то внутри ёкнет сердце, особенно у депутатов-мажоритарщиков, потому что непонятно с какими глазами они должны будут приехать после этого к себе в свой собственный мажоритарный избирательный округ, как смотреть в глаза людям. Я очень надеюсь на то, что у них ёкнет сердце, и они всё-таки не примут эту реформу во втором чтении, как они приняли её в первом. Там уже 3000 поправок, а когда 3000 поправок, это говорит о том, что закон, скорее всего, будут валить, потому что поправки в таком количестве они признают только завалить закон. Ну, как мне кажется. Ну да. На самом деле, если изначально в законопроекте закладывается какая-то основная идея на первом чтении, то на втором чтении поправками вносятся какие-то уточнения, дополнения, либо технические правки к тексту законопроекта. Процедура второго чтения не меняет концепцию, основную идею документа, заложенную в первом чтении. Поэтому системно ничего не поменяют. 3000 способны действительно осложнить, запутать и провалить. То есть мы вообще на фоне всего этого можем получить непонятно что на выходе, непонятно какого качества документы. Проголосуют за непонятно что, ничего у них там не ёкнет. Ну, я очень надеюсь на то, что они не проголосуют. Последнее голосование было сколько? 173 голоса. Даже они вот вынесли в сессийный зал, и 173 голоса набрало как бы сигнальное голосование. Это говорит о чём? О том, что даже внутри коалиции голосов нет. И мы чётко с вами понимаем, что даже внутри коалиции есть группа, которая выступает категорически против этой реформы. Сможет ли их президент, так сказать, уговорить? Это второй вопрос. Пока же только голосование. Ещё такой момент чудовищный. У нас в действующем законодательстве на финансирование нужд медицины предполагается около 10% от ВВП. Понятно, что эта норма у нас не выполнялась в Украине никогда. В лучшие времена у нас финансирование системы здравоохранения доходило порядка до 4, по-моему, до 4,5%, не более. А в последнее время этот процент упал ниже 3. Последние 3,5 года, когда мы живём по-новому, у нас менее 3% от нужд. В проекте медицинской реформы урезается законодательная норма в 10% от ВВП и официально закрепляется в 5%. То есть тем самым уменьшается количество денег, официально направляемых из код бюджета на нужды медицины. Но та сумма, которая получается в итоге, она меньше той суммы, которая нужна по декларированию этой медицинской реформы. То есть уже изначально закладывается разрыв и нехватка денег. И ряд политиков, в частности, бывший министр охраны здоровья МУСИ, он говорит, что вы не переживайте, даже если что-то примут и введут денег на профинансировать эту медреформу, у государства на сегодня нет. Это в большой степени фикция. И совершенно непонятно, что будет делать государство просто с отсутствием денег. Как с образовательной реформы. А что с вот этой, так называемой, частной медициной? По Киеву-то точно есть 2-3-5, я так на слуху уже, клиник, которые оказывают за какие-то серьёзные деньги. И насколько государство, оно вообще, как меняет, не вращать внимания? Или все-таки это развивается под каким-то контролем? Нет, ну конечно, это под контролем развивается. Это лицензированный вид деятельности обязательно. Это государство проверяет, лицензирует, аттестовывает. И, естественно, они действуют все в законодательном поле Украины. Другое дело, что стоимость услуг, она там, ну, рыночная. И очень далеко не каждый может себе позволить обратиться за этими услугами платно. Хотя, вот, например, стоимость некоторых исследований диагностических, она, конечно, зашкаливает. Там есть МРТ и ПЭТ-КТ стоимостью по 2-2,5 тысячи гривен и дороже. И люди что угодно делают. То есть забирают, собирают по родственникам и берут кредиты в банках, и что угодно, для того, чтобы хотя бы нормально обследоваться перед какими-то операциями. МРТ же не делается бесплатно у нас, да, нигде? Ну, практически. Они же как-то так незаметно стали монополистами, но тоже МРТ. И очереди. И, тем не менее, поток на сегодня такой, что огромная очередь. У нас по всей статистике, ну, это отражает, наверное, ситуацию и в мире. На первом месте люди болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте это онкология. Порядка 13% населения Украины причина смертности это онкология. Поэтому, когда сегодня Министерство здравоохранения декларирует практически отказ от финансирования государственной программы онкология, это мы обрекаем огромные миллионы людей онкобольных, ну, просто на гарантированную смерть. Мы им отказываем хоть в каком-то объеме бесплатного медицинского обслуживания. А это очень дорогостоящее лечение. И здесь говорить о профилактике, как это рассказывает Супрум, в теории со слов, это очень хорошо выглядит. Но как ты будешь говорить о профилактике онкозаболевания? Что делать тем, кто уже заболел? А что делать маленьким детям, у которых тоже цветет онкология и так далее? Ну, еще очень коротко можем затронуть такой вопрос. У вас какие-то фонды есть сейчас, которые занимаются, ну, такие благотворительные? Безусловно, эти фонды есть, их огромное количество. Они действуют, они оказывают нормальную, реальную, действительную помощь. Но много вокруг этого всяких. Вал больных такой, что эти фонды, просто их мощностей финансовых не хватает справляться с этой ситуацией. Нам нужна национальная система борьбы с онкологией, нужна государственная программа, нужно финансирование. Ну, и, конечно же, нужны исследования, чтобы мы ориентировались там не на лучший передовой опыт США и Израиля, а пытались создавать в том числе и что-то свое. Да хотя бы на Кубе, там же есть какие-то новые, может, отслопа? Есть, конечно, дорогостоящие. Ну, и хочу сказать еще об одной фантазии, которая заложена в МИД-реформе. Предоставление первичной медицинской помощи и экстренной скорой предполагается делать в том числе и по электронному документообороту. То есть вводится система электронного документооборота. Это, конечно, все хорошо было бы и цивилизованно, и правильно. Но у нас практически 30-35% не покрыты интернетом. У нас практически нигде нет оборудования, то есть компьютеров и доступа в интернет, на чем работать и на чем вести. У нас три года подряд Министерство здравоохранения так и не сподобилось разработать эту нормальную электронную систему документообоработки. Есть некая демоверсия, которая работает. И просто этих баз электронных не существует. А по закону это все вводится. И вот что делать в какой-то сельской либо районной больнице без доступа к интернету, без оборудования и без обучения персонала. Это же еще должен быть тренинг врачей и медперсонала, кто будет в электронном виде все это вести. Но вот как бы очень наивными и даже какими-то издевательскими, мне кажется, попытки госпожи Супрум лечить большинство населения по интернету. Да. Она просто сама никогда не лечилась по интернету, наверное, в украинских условиях. Она занимается каким-то закаливанием. Мне сложно это комментировать, поскольку человек находится без профильного, высшего медицинского образования. Поэтому что тут комментировать? Вероятно, она просто не понимает глубину этой проблемы. И все равно. Она понимает, что она знает, и чьи-то интересы она все-таки представляет у нас. Это безусловно. Безусловно, да. Кто ее поставил, мы все прекрасно понимаем, и зачем это сделать. То есть те западные компании, которые получат с этого всего профит, у них будет все хорошо. Но если при этом у населения Украины будет плохо, то это уже как бы побочная сторона так называемой реформы. Видите, как мы с ним ушли в сторону, отказалось бы, от нашей магистральной международной отношения, к вещам, которые по-настоящему более насущные сейчас для любого украинца. Вот это даже информация про то, как будут перераспределяться средства снова из центра, при том, что, по видимости, у нас есть децентрализация, они, конечно, это средняя достраза. Да, получается ситуация, что каждый главврач больницы буквально должен будет приезжать в Минздрав в эту национальную службу и просить денег конкретно себе на больницу. То есть, ну, большей централизации представить себе сложно. Это будет полуничество, как в Мекку. У нас нет никакой децентрализации. Вот, Юля, в медицинской сфере, мы с вами говорили вот недавно о выборах в ЭТГ, то есть это все идет централизация по факту. Это Европе ездит по ушам, что, ребята, у нас идет децентрализация, все нормально. Юля привела цифры конкретные по бюджету, по медицинской реформе. Можно поговорить о образовании, тоже сокращение школы идет. Тоже, как бы, один преподаватель будет преподавать четыре предмета. Так, собственно, все-таки Юля отвечает за внутренние, политические, внутримедицинские даже вопросы в Украине. А с вами хотя бы, ну, поскольку у нас время все ограничено, мы-то хорошо начали с того, что инициатива по миротворцам, а я-то, ну, уже вот пытался понять для себя, что ли, насколько сейчас обеспечены со стороны, там, Украины люди, которые живут на неподконтрольной территории, ну, медицинскими, элементарными, может быть, услугами. Ясно, что там многие у нас целый вот марафон прошел, там не могут получить пенсию, потому что они просто не могут переехать на, так сказать, сторону, где ее можно получить, ну, нужно регистрироваться. Масса примеров какие-то ужасные, в студии рассказывали случаи, что просто человек умер, так и не получив пенсию украинской, потому что она была инвалидом. Ну, вот, введение все же там миротворцев, если оно произойдет в ближайшем обозримом будущем, да, вот какие сроки, примерно, Руслава, еще вот вы так представляете, когда это все будет там рассчитанно профинансировано и все-таки зайдут эти люди в голубых касках или как-то они там... Если будет принято согласованное политическое решение, а как мы с вами понимаем, прежде чем миротворцы должны быть введены, должно быть принято согласованное политическое решение между Украиной, непризнанными республиками и странами-гарантами выполнения минских соглашений. Если это решение будет принято, будет найдено финансирование, то в течение полугода миссия может оказаться на Донбассе. Но пока в этом вопросе я очень и очень аккуратный пессимист. Но сейчас я не вижу реальных предпосылок, чтобы Украина, непризнанные республики и страны-гаранты договорились о единой модели функционирования миротворцев. И самое главное, то что миротворцы, как я сказал, это инструмент. То есть введение миротворцев должно стать одним из способов перезапуска минских соглашений. В противном случае мы получим замороженный конфликт, за который опять будет по итогу платить Украину. Это не решит ни одну из ключевых задач. Разве что задача прекращения огня и разведения сторон. Но опять же, для этого миротворцы должны быть введены. Сейчас я пока, к сожалению, не вижу предпосылок для их быстрого ввода. Но это в любом случае месяцы. Это не дни, не недели. Это полгода. Это должна быть резолюция Совета безопасности ООН. Просто мы-то все, ну вот здесь, я думаю, настроя ждем, что прекратятся насильственные смерти на линии разделения. Да, да. Мы хотим, мы все хотим мира. Жизнь людей будет сохранена, хотя бы, чтобы они там как-то естественно, но в конце концов там в положенное им время болели и умирали, а не погибали в расцвете сил и молодости. Вроде какие-то общие фразы, но это же мы сталкиваемся постоянно с какими-то сводками, с вот этого, ну там, из АТО, сейчас пока еще называется АТО, да? С линии фронта какой-то. Как эти обстрелы объяснить? Но при этом люди продолжают же ездить туда-сюда. Конечно. Ездят очень активно. И там гигантские цифры, пересекших в ту и другую сторону. Я уж там прогнозы, про контрабанды говорить не буду. И они в том числе ездят с целью получить эти самые не только пенсии, но и медицинские услуги. Я даже встречался здесь, в студии, говорили, что не только к нам ездят с неподконтрольной территорией, но и наши граждане, ну все, понятно, мы украинцы, все граждане Украины, но те, которые живут, надо сказать, вполне подконтрольной контролемой Украины, территорию ездят на неподконтрольную лечиться. Что-то об этом вы слышали? Да, слышим, да. И что это такое за феномен? То есть вообще, получается, там продолжают лечить людей? Да, там продолжают лечить людей, там как бы действует своя специфическая медицина. По всему неплохо, если там наши какие-то заехали. Цены, да, понимаете, даже дешевле туда проехать, включая все блокпосты. Знаете, как есть такая шутка, как бы на блокпостах сегодня акция, проезд всего 400 гривен, прибазовая цене 800. Ну, поскольку... Вот в Донецку, там же были крупномедицинские центры, ничего же это не уничтожено. Да, у меня в Донецке огромное количество друзей, знакомых и родственников, поскольку я училась и студенческие годы проводила там. Я хочу сказать, что мощнейший, крупнейший научно-диагностический и лечебный центр онкологический в Донецке с серьезной научной школой доктора Бондаря, профессора. Это Донецк или Макеевка? Центр с квалифицированным персоналом, с полностью, наверное, лучшим оборудованием, и люди на сегодня туда едут. Я слышала о том, что даже, якобы, правительство, так называемое ДНР, ну, в нашей юридической терминологии ОРГЛО, да, особых районов Донецкой области, они ввели такую госпрограмму, как свою визитную карточку, наверное, как некий такой имиджевый проект, и предложили гражданам Украины специально приезжать обслуживаться, и это для них будет бесплатно. Поэтому действительно такое есть, такая помощь предоставляется, и они даже этим гордятся и преподносят это как некий такой вот имиджевый свой проект. Ну и когда прекратятся обстрелы, и, может быть, начнется наконец такая более активная реинтеграция, то это все будет намного легче делать, в конце концов, не надо будет оплатить запрещение это разделить на линии. Да, видите, все же хорошо, что людей лечат, но... Будем надеяться на мир. Масса же вопросов, то есть реинтеграция, это масса вопросов, которым как бы еще пока серьезно даже не занялись. Вот помните, мы говорили о законе Бордло, да? Да, ну о том, который Митович пока... Да, а его до сих пор никто не видел, я его пока в поездке дня сессии Верховной Рады тоже не вижу. На голосование, да, то есть... Да, то есть идет как бы процесс, как бы согласование, там многие формулировки, я думаю, будут меняться. Вот историчный визит 2, да, то есть Петр Алексеевич у нас находится с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки, там, я думаю, будет проведена мотивационная... Он уже с трампом сейчас, или только вот сегодня-завтра? Да, должен в ближайшее время с Нью-Йорка перелететь в Вашингтон, ждем, да, то есть будет историй на полях саммита, да, и как бы после этого мы будем понимать судьбу, в том числе этого законопроекта. В том числе этого законопроекта. Ну, это вот концептуальное, так сказать, начало, как сказала Юля, да, это слово такое важное, да, для того, чтобы начинать хоть понимать, как эта реинтеграция будет... Здесь, понимаете, здесь нужна политическая воля, я всегда об этом говорил, то есть политики начинают и заканчивают войны, пока не будет политической воли, все концепции останутся благими пожеланиями. Как только появится политическая воля эту войну закончить, сразу же появятся рабочие концепции, сразу же начнется их обсуждение и сразу начнется процесс имплементации. Это все будет процесс быстрый, но для того, чтобы до него дойти, необходимо подготовить почву, в том числе иметь политическую волю, в том числе иметь здесь, на Украине, желание эту войну закончить, в том числе получить на это соответствующие гарантии международных структур, потому что реинтеграция Донбасса, это в том числе экономический путь. Прежде всего. Восстановление. Мы это говорим и понимаем или подразумеваем, что есть некие силы, которые этому противодействуют. Это так называемая партия войны и даже люди, трудно предположить, потому что это все коммерческая тайна, которые на этом наживаются, которые уже сейчас включили в какие-то цепочки бизнес своих проектов, то, что называется военные действия, даже блокада тоже на этом по-разному люди наживаются. Как считаете, эти силы как-то президентом так не очень внятно, но все же в своем обращении к депутатам и к народу, в выступлении в Раде, говорят, что нужно почитать трехсотстраничный документ, который Институт стратегических исследований подготовил, там все расшифровано и действительно серьезный документ, надо его найти где-то в сети, в ПДФ же. Так вот, он там дал понять, что он будет, конечно, всячески противодействовать, скажем, анархистским каким-то этим движениям, кого он на виду непонятно, там, ультраправых или ультралевых, надо разбираться. Нет, понятно, кого он имел в виду, и кого он имел в виду, это тонкий намек поняли. Эти, кого он имел в виду, как раз участвовали в прорыве Саакашвили на Украине. Он же перед этим сказал еще очень интересный абзац, что некоторые несознательные политики, посетив берега Потамака, вернулись на Украину, начали шатать нашу собачью будку. Так, расскажи, пожалуйста. Нет, это я уже утрирую, да, начали раскачивать ситуацию. Раслан Категоричин, высказывание. Вот, то есть он, как бы, очень четко с трибуны Верховной Радли дал понять, кого он имеет в виду, и эти, кого он имел в виду, намек поняли, и сразу, как бы, предприняли ряд действий. Образ Раслана, то есть, лает лайте, но будку не раскачивается. Да, 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 знаете, есть такой мем в интернете, хватит шатать собачью будку. Он откуда появился, помните, президент сказал, как вы можете критиковать кого-то, если вы жизни не построили даже одной собачьей будки, и пошло-поехало. Мест под собой какой-то президентской. Да, шатать собачью будку. Именно поэтому эта тенденция остается. Ну, и все-таки вот эти, ну, мы их условно называем силы, да, хотя понятно, что это там люди, которые сегодня, во-первых, там объединились перед предстоящими выборами, при помощи там манифестов, какой-то там блок правых сил, да, вот, но это же люди, которые готовы сегодня воевать, идти там до конца твоего территории, ну, и даже законопроект, который еще не прошел, пока до самой помощи, там, деоккупация, он выглядит довольно воинственно. Вот с этой такой милитарной, я бы не сказал даже нотой, а таким серьезным аккордом, как вам живется, что вы об этом думаете? Я думаю, что пока это громкие слова. Политика судит всегда по делам. Вот возьмите ситуацию с прорывом Саакашвили, да, как там поучаствовали правые силы, которые грозились его чуть ли не расстрелять. Расстрелять? Давайте судить политика по делам, а не потому, что он говорит. Поэтому в случае, если будет принято политическое решение о том, что мы идем по пути мира, ну, скажем, влияние правых сил, не будет такое, о котором очень часто и много говорят, как доминирующим. Будет развернут, то есть, как мы понимаем, за любой силой политической у нас стоят определенные, скажем так, люди, которые решают вопросы, да, наши элиты. Вот наши элиты, как бы, они должны принять для себя решение, что мы делаем дальше. У нас сейчас прорыв Саакашвили, это опять конфликт элит. То есть, с одной стороны, есть Порошенко, с другой стороны, есть люди, которыми с ними конфликтует, да, условный там, Глок Тимошенко, назовем его там. Это ситуативный союз. Ситуативный союз, который направлен на четкую и конкретную задачу. Это срочный парламентский выбор. И вот, вояж Саакашвили по областям, это не что иное, как попытка заручиться лояльностью местных элит. Потому что для того, чтобы любой протест на Украине был успешен, он должен быть поддержан на местах. Давайте вспомним 13-й год. Что решила ситуацию? Только Майдан в Киеве нет. То, чтобы... Захват местных администраций, да? Захват местных администраций, захват РУВД и так далее и тому подобное. Это именно стало, с моей точки зрения, переломным моментом. Потому что революцию гораздо проще провести, чем потом удержать ее результаты. Имея лояльность местных элит, в тот момент злочина панда была уже обречена. Я хочу вернуться к теме мира. И хочу сказать, что в своих последних выступлениях президент прямо говорит о политико-дипломатическом варианте решения этой проблемы. Все-таки не рассматривается достижение мира путем проведения победоносной войны. И это слава Богу. Потому что на сегодняшний момент население Донецкой и Луганской областей, это люди с паспортами Украины. Это наши собственные граждане. И мне вдвойне больно об этом говорить, потому что там и мои родители, и мои одноклассники, и мои друзья, они на сегодня там. Я очень надеюсь на то, что у политиков хватит навыков дипломатических, скажем так, и переговорных навыков, и международное сообщество всячески попытается нам в этом плане помочь. Поэтому если миротворцы ООН способны решить эту проблему, просто остановить кровопролитие, то безусловно это надо делать немедленно. Вот этого бы очень сильно хотелось. Они только заморозят конфликт, они не решат конфликт. Они договорятся с тем, что называется сейчас какая-то военная администрация на неподконтрольных территориях. Ведь эти люди, которые там сейчас, ну власти, они так быстро, думаю, что они не уйдут туда. Безусловно. А убегут сразу, сколько зовут миротворцы каких-то несчастных? Нет, я думаю, что это будет постепенный процесс, но он начнется. Понимая о том, что... Но с ними миротворцы должны будут контактироваться? Более договороспособные должны быть, безусловно, скорее всего, найдены лидеры. Я думаю, что, конечно же, определенная ротация там будет, там придут люди более настроенные не на военные мундиры, не на военные способы решения ситуации, а более люди все-таки с опытом, наверное, политическим, дипломатическим и каким-то хозяйственным, управленческим. Откуда они придут? Я думаю, что смены элиты иди будут. Ну, вы знаете, Донецк — это не только уголь, не только сталь. Есть такое четверостише, что Донецк — это уголь, Донецк — это сталь, Донецк — это люди, глядящие вдаль. То есть это крупнейший научный на самом деле центр, там огромное количество вузов, интеллигенции. И это не тот образ демонизации, который последние десятилетия, наверное, насаждался. Донбасс сильно демонизирован. Там живут нормальные, культурные, воспитанные, интеллигентные люди. И я уверена в том, что там хватит управленческих, профессиональных кадров, и там много грамотных людей, с которыми можно вести мирный, цивилизованный диалог. Я думаю, что, безусловно, такие лидеры есть. Очень хорошая такая, мне кажется, нота, да? Все-таки нам может быть… Позитивная. Будем оптимистами, будем надеяться на мир. Никто договориться не хочет, но есть люди точно, с которыми, наверное, захотят договариваться все. Да, будут договариваться с новыми людьми. Я правильно понял, да? Да. И там, и там должна произойти смена элит для того, чтобы люди, которые не поучаствовали в этих всех моментах, с ими, с Ильей Застулой договорились. Я думаю, посредником где-то будет выступать Ренат Ахметов. Ренат Ахметов – это та личность, которую воспринимают и там, воспринимают и здесь. На нем нет крови. Он до сих пор там. Он до сих пор здесь. Да, и он здесь. То есть вот с того момента, как Ренат Ахметов включится в этот процесс, если включится, мы будем говорить, что реинтеграция принимает уже какие-то реальные контуры. Все остальное пока – это благие пожелания. Ну, пока он там раздавал гуманитарную помощь, да? Возили-возили, потом вроде как-то меньше стали возить. Гуманитарные конвои. Сейчас кажется уже, да, и не так они там попадают. Все равно, как бы, у меня тоже есть знакомые, они говорят, что с роман делал эти четыре года, не считая того, что там не совсем понятна его роль в начале этих всех событий. Кого там он финансировал, поддерживал, это все большие вопросы. Если копать те события, там столько вопросов может возникнуть. Ну, да, да. Но мы просто говорим о том, что, конечно, мы ждем от наших олигархов, миллионеров того, что они будут за мир. Но пока как-то выглядит это так довольно странно. Вот тут в студии говорили о том, что, допустим, Ефремов как фигура, которая сегодня там где-то в Луганске мог сыграть роль там миротворца, вот реального, да? Он же у нас сейчас пока еще сидит до сих пор, да? Это политическая ситуация, это абсолютно маркер. Ефремов на сегодня является символом вот той самой злочинной банды, которая не сбежала, которая осталась в Украине, который яркий представитель партии регионов, глава фракции многолетней. То есть он является неким символом. И я боюсь, что пока не сменится на Украине власть, я боюсь, что он будет сидеть. Поскольку никаких юридических правовых оснований в том судебном процессе для его удержания просто под арестом, как утверждают его юристы и адвокаты, никаких оснований нет. То есть его должны освободить. Юля, мыслишь, что его отпустят для того, чтобы он как-то урегулировал этот конфликт, может быть, не с Ахметова начнется все, а с Ефремова, когда он понадобится вместе с миротворцами, чтобы наконец эту интеграцию дипломатическо-политическим путем. Я не могу этого утверждать, я просто не знаю. Но мне кажется, что нам... Менький авторитет, кроме Ахметова. Безусловно. Мне кажется, что нужно искать любые возможности, любые фигуры компромиссные, которые могли бы выступить как медиаторами, как посредниками урегулирования этого конфликта. Просто мы вспомнили с Русланом каких-то известных людей, а вы имели в виду каких-то еще неизвестных нам, но они точно есть. Да, они безусловно. Они не могут не появиться просто потому, что это будет запрос. Запрос формирует как бы те личности, которые появятся и которые станут тем мостиком, который реинтегрирует Донбасс в Украину. Без этого никак по-другому не получится. То есть это может кому-то нравиться, это может кому-то не нравиться. Но другого рабочего варианта просто не существует. Иначе мы опять упремся в те же тупики, в которые мы упираемся последние три года. Сейчас мы живем в ситуации нерабочего варианта, когда стоят обстрелы, гибнут люди и все. Да, то есть есть кому это выгодно. Это тоже работа, они же называют, но и все называют войну работы. Немножко, чтобы не повторяться, конечно, мы понимаем, что там скажу как минимум президент разметил, вот Юля еще раз подчеркнул какие-то перспективы, но достаточно мирного выхода из ситуации, политикой, политикой, политикой. Да, сроки даже обозначил, что более-менее понятно. Даже сроки обозначил до начала как бы и тро президентского срока, то есть это 19-20 год. В 19-20 году он собирается этот конфликт остановить. Весь вопрос как? Что он вкладывает в понятие мирное решение? Это что? Это Приднестровский вариант, это реинтеграция. Что это? Вот хотелось бы, конечно, услышать ответ на этот вопрос. Тогда очень многое станет понятно. Куда мы будем двигаться, как мы будем двигаться, и самое главное, для какого результата. Но пока это, видите, тайна за семью печатями. Будем смотреть, опять же, по действиям политиков. Какие будут приниматься законы? Кто будет за них отвечать в кадровом составе? Как будет меняться хотя бы гуманитарная составляющая на Донбассе? Вы же знаете, что Европейский Союз выступает с категорическим требованием возобновления всех социальных выплат на неподконтрольной территории. Даже на это выделяются деньги. А ВОЗ и ныне там. Ну да, мы еще поговорим, кстати, о деньгах. Может, в следующие эфиры наши, которые планируются туда, ну, каким-то образом инвестировать из Запада, может, из Америки. В проекте бюджета 2018 существенно сокращены расходы на восстановление Донбасса. Сумма катастрофически уменьшена. Ну, имеется в виду какие-то доноры западные, о них. Да, да. А я о деньгах государственного бюджета, проект которого будет представлен. Спасибо, что об этом напомнили, да, Юлисоке. Ну, и поэтому нам здесь нужно встречаться, может быть, чтобы вот следить за всем этим и как-то информировать и нашу, так сказать, аудиторию теле и такое аудио, которые все это слышат и как-то в свою очередь начинают думать. Хорошо, что есть думающая аудитория. Спасибо вам, что вы это провоцируете. Спасибо вам. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Да, и продолжаем просляться на Укрлайф ТВ. Спасибо. 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 Спасибо.